Привет, друзья! Снова с вами Международный Гроссмейст Роман Овечкин. Сегодня я пополню рубрику «Полезные партии» и рубрику «Поражение». Также появится первый ролик, посвященный Строиндийской защите. Строиндийскую защиту примерно с 90-х годов и, так, наверное, то есть с конца 90-х и примерно до 2011-2012 годов я просто считал некорректным дебютом. Первое наказание за такое неуважение постигло меня в Красноярске на чемпионате, на высшей лиге чемпионата России. Тогда не было суперфиналов. Первое место в том турнире занял Александр Сергеевич Морозевич. Я в четвертом туре встретился с гроссмейстером Глеком, который играл только Строиндийскую защиту. И было принято решение наказать его за разыгрывание некорректного дебюта. Система Макогонова не являлась тогда самой популярной. Мне она очень нравилась. Идея белок примерно такая же, как в системе Земеша поставить мат королю, только конь на F3 стоит чуточку получше. А при случае белые могут передумать, ставить мат, ракировать в короткую сторону и совершенно по-строиндийски накатываться на ферзевом фланге. Ход опять меня порадовал. Ну и сейчас бы меня такой ход порадовал. На мой взгляд, достаточно серьезная неточность. Во-первых, сыграв А5, черные лишают себя возможности сыграть цепи. Это во-первых. Во-вторых, ну, после А5 и Ц6-Д5 не смотрятся, потому что ход А5 как-то с этим тоже не сочетается. В-третьих, без Е5 обойтись нельзя, и объективно сильнейший тут ход все-таки Е5. Но сегодня бы я в ответ на А5 сыграл бы слон Е2, конечно. А тогда мне казалось, что надо быстрее вязать коня F6. И, ну, партия предшественник, то есть очень много партий сыграл в этом варианте гроссмейстер Крысенков. Причем отличных партий. Очень много идей, которые мне потом удалось почерпнуть, рассказать о них Игорю Лысому и его тренеру Николаю Сергеевичу Оглоблену. Вот. А тогда я пытался доказать, что вот это, то, что делает со мной Клек на доске, это просто издевательство над шахматами, и надо его быстро замотовать. Крысенков в этой позиции играл Коль-Д2. На самом деле, самый, ну, ход нормальный, и там у него получилась очень интересная партия против Эльвеста. Партии, конечно, вы все увидите, и даже больше, вклеенными. Больше, чем, я имею в виду, упомянутых. То есть я не все буду упоминать. В этом ролике. Самый естественный ход это слон Е2. Сегодня я бы его сделал, ну, практически без раздумий. Белые готовят короткую рокировку, и в то же время они могут пойти ферзь Д2, слон А6. В случае Е5 они могут пойти Д5 и передумать, рокировать, сыграть потом Ж4, или вообще рокировать длинную сторону. То есть самый естественный, и в то же время очень гибкий ход. Ж4. Ж4, мне казалось, что сейчас я его прибью. Без хода Е5 черным не обойтись, а тогда я запру Д5. Не потратил темп даже на выход слона Ф1. Начнем готовить там матовую атаку. Ход С6 мне тоже, как бы, меня ничем не насторожил. Я вспомнил вдруг здесь про партию Красенкова, и пошел конь Д2. Но понятно, что с пешкой на Ж2 я бы мог в короткую сторону подготовить рокировку, и получилась бы вполне нормальная для белых позиция. Теперь же после конь Д7 зависла пешка Д4, и если сыграть слон Е3, то после Е5, Д5 возникает теоретическая позиция с лишним темпом учеба. То есть вот есть такая позиция со слоном на Е2. Ясно, что эта позиция выгоднее для черных. Уже грозит Ф5, и белые, ну, в общем, непонятно, как белым играть. В связках коней А6, С5 она намного лучше, чем связка коней Д7 и С5 в стране индийской защите, потому что слон С8 может оказаться на Ф5. Вот, поэтому мне пришлось пойти конь Б3. Ход конь С7 я вообще не понял. Конь Е6 не грозит. Ну, от А4 я легко защищаюсь. Влади АЦ1. Ну, конечно, А4 черные пошли. После кони А1 мне казалось, что висит пешка на А4. Своего коня я легко ввожу через поле С2. А вот следующий удар оказался очень неприятным. Здесь я потихоньку начал жалеть о том, что король не может рокироваться. У короля не осталось нормальных полей. То есть я не могу его ни на А1 спрятать, ни на А7. Можно было бы, конечно, пойти вот СД, СД, Е5, закрыть центр, но после Ф6 черные успевают и черные поля на ферзьевом фланге прорезать и заняться активизацией королевского фланга. Грозит Ф4. То есть конь Е1 рискует просто не войти в игру. Не успеть войти в игру. После конь С2, ДЦ я еще был полон оптимизма. Если честно, сегодня я бы просто не стал брать на С4, сыграл бы как-нибудь слон Ж2, сделал короткую рокировку при слоне на Ж2. Все-таки пешки Е4 и Д4 расположены в центре. И это дает белым надежды на получение компенсации. А тогда я считал, что и после слона БЦ4 все в порядке. Хода конь Б6 я вообще не рассматривал. Хотя, с другой стороны, как тут еще четвертым ходить? У них же других ходов нет. Конь Б6, А3, С5. Подвисает конь на С3. Поэтому ДЦ хода нет. Надо пешку Д4 укреплять. И вот такое издевательство. Вроде бы я играл фигурами, что-то развивал, куда-то ходил. Маневры такие глубокие совершал. Перевод коня с Ф3 через А1 на С2. А мой противник танцевал конями и двигал вперед пешки. И вдруг выясняется, что у белых совершенно безнадежная позиция. Я бы уже здесь дал такую оценку. Потому что белый король не может по-человечески укрыться. На рокировку последует Ф4 и теряется пешка Д4. Но хотя бы, может быть, можно еще что-то найти. А если вскрывать линию Ж, то после коня Е6, Ф4 усиливается. И даже вот этот теншпель для белых совершенно безрадостный. Пешка А3 очень серьезно стеснила ферзевый фланг. Ладья при случае готова выскочить через линию А. Но может быть не безнадежная. Может, я немножко утрировал. Но, на мой взгляд, вот эта позиция у черных может быть только лучше. Укрепление центра ходом Ф3, видимо, стало решающей ошибкой. Потому что теперь вскрывается линия Ф. Король застрял на Е1. И следует достаточно быстрое добивание. Угрожает слон Б5, СД. На Д5 Ферзь также подключается к атаке королевского фланга. И, в общем-то, белые остаются без очень большого количества материала. И наверняка ЭМА тоже быстро получат. Ну и после ДЦ очень сильный ход Ферзь Б8. Угрожает Ферзь Ж3. При этом на ладе АЖ1 Ферзь подключится с поля АЖ2. Если сыграть Конь Д6, то последует, скорее всего, просто ЕД и Д5. Одна из возможностей. Другая Конь бьет С5. То есть тут глаза у меня, извините, разбегаются. А третья Слон С3 немедленно, да? Вот. Поэтому было принято решение здесь сыграть Конь Б4. Отправить Коня на Д5. Мне все еще казалось, что Король может сбежать через поле Д2. Ну, тут я с ужасом обнаружил, что после ладья АД8 угрожает Слон бьет Б5 со страшной силой. И надо считаться с ходами вплоть до Ферзь бьет Е3. То есть все. Вот тут я уже понял, что позиция безнадежна. На всякий случай защитил Коня путем С6. После взятия сдался. В базе написано, что я сходил Конь Д5. По-моему, нет. Не сходил. По-моему, уже здесь я сдался. Ну, видно, что Белый Король легко избивается. Забивается. У черных все фигуры абсолютно в игре, кроме Коня Б6. А у Белых полная дисгармония и, в общем, голый Король в центре. Партия дала мне очень хороший урок. То есть, во-первых, я чуть больше внимания уделил этому варианту. То есть, поизучал вариант, так скажем. Во-вторых, это прекрасный учебный пример на тему атака на нерокированного короля. А в-третьих, я увидел, что в стороне индийской защите есть достаточно скрытые такие резервы. То есть, черные в каких-то случаях могут просто танцевать конями и пешками. И это не только как бы топтание на месте получится. Да, получить даже вот такой необычной игрой просто прекрасную позицию. То есть, вот как сейчас вот в этой партии создали матовую атаку. По большому счету, черные свои основные, самые опасные ходы делали в промежутке... Ну, на достаточно большом промежутке партии. И в бой вели только пешки и лошадей. А остальные фигуры потом сами собой выкатились и замордовали белого короля. Спасибо за внимание. На тему страны индийской защиты будут еще ролики. И за белых, и за черных. С вами был международный красмейст Роман Овечкин. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, слайки и так далее. С вами был Игорь Негода.